о амигу с тем хорошего настроения и приятного просмотра с вами game с и мой обзор недообзор и сегодня мы поговорим об игре бот стейн это ритуал овенайт это одна из всех игр по моему ощущению где нет в принципе никаких минусов давайте поговорим более подробно например рома мой подписчик говорит да с сюжетом тут слабенький может наивный ну такое вот дело но я бы сказал вот я реально пытаюсь оследить за сюжетом читаю все диалоги но сказать что я сильно там прям выник в него ну как пытаюсь и но не особо получается возможно потому что это не первая часть и как бы чтобы полностью все понять как что происходит надо самого начала а возможно просто как рома горит он сильно слаб и поэтому можете на не вникаю не знаю я почему тут уже другой вопрос но опять же я хотел сказать ну вот есть допустим марио вы даже не не знали что там есть сюжет какой-то вообще те кто играл на нинтендо там были целые брошюры там много чего рассказывалось они к реально следили за каким-то сюжетом ну те кто играл на всяких денди естественно там ничего нам никаких не поставлялась фига не мы даже вообще не знали но игра то хуже из-за этого не становилась так что сказать бы что сюжет тут какой-то минус если по в принципе общение было бы ну блин все равно по ничем наверно не изменилось игра сама по себе очень интересно так что такое вот поэтому скажем так для меня лично но опять же это тоже к минусу я бы не отнес сложный сама игра по себе сложно я играю на легком это все равно как-то и боссы сложные все сложные опять же рома говорит что прошел на хардкоре на самом большом уровне и и вообще показалось не сложной и простенькой так что тут смотря для кого как я может к таким просто особо не привык больше всего да опять же карта тут можно запутаться поэтому порог хождений мне кажется это дни для новичков но это опять же не минус принципе карта вообще запутаться очень легко или последнее время и в такие игры играю что везде во всех картах путаюсь и не знаю может совпадение может нет просто реально на запомнить где что находится почему потому что часто на будет возвращаться получаешь новую способность и теперь придется вернуться туда где закрытая дверь или где-то ты не мог куда-то попасть какую-то локацию а я реально все забываю реально карта огромнейшая длиннючая к минусу вроде нельзя сказать потому что сама игра так поставлена как мы говорят уже метро двинити в принципе не минус принципе это особенность игры поэтому я же говорю вроде таких как бы поэтому я бы сказал бы что то не для всех для каждого во первых не все платформеры любят как всегда я говорю смотрите что происходит на экране если вы не любите платформеры если вы не любите метро двинити и вообще как бы такое игра просто не для вас да и все а так я говорю особых минусов и претензий к игре вообще никаких поэтому я всем рекомендую ее пройти те кто не играл вообще такие игры как в принципе я в основном вот кстати минус который я бы сказал бы но опять же он минус больше не к игре больше к разработчикам геймпад мой не находит очень редко вообще почему-то игры находит мой геймпад у меня не иксбоксовский мы уже с попкорном говорили об этом принципе программу надо скачать иксбокса вроде как то через нее настроить но опять же это надо настраивать заходить короче на заморачиваться и это полная фигня мне нравится когда вот какая-то игра вот те же самые веревочки воткнул геймпад и все работает и не надо ничего морочиться когда я понимаю что надо заморочиться я плюю играю на клавиатуре и поэтому когда я часто говорю что я с геймпадом особо не дружу стать падом тем более это правда потому что блин 99 процентов случаев я играю на клавиатуре и мышки просто мне и не к чему привыкать потому что playstation у меня никогда и не было и все как бы вот мы к этому и приходим так что это больше к разработчикам которые никогда не услышат разработчики не у всех есть иксбоксовские геймпады и сделайте так чтобы остальные геймпады как бы тоже компьютер их находит а вот игра почему-то не воспринимает поэтому проблема такая и опять же видите минус не к самой игре поэтому же говорю одна из тех игр которые принципе минусов особых таких нету я сам человек который любит тоже сюжет вообще в играх я всегда за ним слежу ну как я же говорю в этой игре не особо он не нужен если бы мы начинали просто пошли и фига шили всех то принципе игра от этого ничего бы не потеряла те же самые как я уже сказал марио мы не в курсе были и вот я ниндзя играл не помню когда бы назывался тоже кстати сложная была игра там был откат откат времени поэтому я бы не сказал что порох хождения плохой потому что ты постоянно можешь пробовать 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 пока у тебя не получится тут конечно мне послаждение хоть я говорю на легком игре все равно почему-то сложно поэтому лично для меня я же говорю как опять же подписчикам посмотреть кто-то проходит и на самых хардкорных хардкорах хотя предыдущую я играл опять же на хардкоре поэтому опять же ну блин тут не угадать смотря какая игра если на рэкшем не больше все таки подходят хардкорные игры если это какой-то платформе что скорее всего нет может дело привычки может еще в чем-то дело не знаю короче поэтому всем рекомендую вы посмотрели вы подумали стоит ли вам запускать или нет а с вами был как всегда game кс добров бобров увидимся в новой игре